В Генштабе не видят угрозы масштабного наступления боевиков на Донбассе. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Корничук считает, что российские оккупационные войска вряд ли могли использовать время перемирия для подготовки широкомасштабного наступления на Донбассе. При имеющихся средствах разведки незаметно сделать это невозможно. Об этом Корничук заявил в эфире программы «Свобода слова на ИКТ». Чтобы вести какие-либо наступательные действия, необходимо создать ударную группировку, развернуть артиллерию на позициях, создать запас боеприпасов, горючего. Сегодня при тех средствах разведки, которые у нас есть, при тех системах разведки это скрыть невозможно. Мало того, мы сегодня фиксируем в их подразделениях, находящихся на передовой, неукомплектованность. Низкая зарплата не позволяет их укомплектовать, сказал он. Начальник Генштаба ВСУ отметил, что нарушения тишины со стороны вооруженных формирований России направлены на дискредитацию договоренностей трехсторонней контактной группы. Их провокационные мероприятия имеют целью дискредитировать договоренности ТКАК, выставить нас в состоянии управлять своими вооруженными силами, чтобы таким образом дальше иметь право на свои соответствующие действия. Но ВСУ сегодня показывают то, что они стабильно выполняют поставленную задачу и готовы к адекватному реагированию на все проявления, сказал Корничук. По его словам, нарушения режима прекращения огня все еще единичные нарушения не являются масштабными. Напомним, 6 сентября на Донбассе обострилась ситуация, впервые с начала перемирия в результате вражеского обстрела погиб украинский военный, еще один получил ранение. Также на Донбассе на неизвестном устройстве подорвался военный автомобиль, в результате чего двое военных получили ранение. Один из них умер. Ранее 5 сентября главарь ДНР обвинил украинскую сторону в нарушении договоренностей и приказал боевикам атаковать укрепление ВСУ вблизи шумов. В связи с этим Украина срочно созвала заседание ТКАК. В командовании АОС пригрозили боевикам мощным ответом в случае обстрела украинских позиций на Донбассе.